Ни дня без перемен. Став председателем Одесской обл-администрации, Михаил Саакашвили делает кадровые перестановки и борется с коррупцией. Он увольняет и назначает. Назначает и опять увольняет чиновников. Самым громким назначением был новый начальник областной милиции Георгий Лордки-Панидзе. В этот же день начали расшатываться кресла под руководителями других структур. С этого момента мы будем каждый случай просто за горло брать, чтобы этого не было. И пусть не насчитывает никто на покровителя Киева. Мне все равно покровитель Киева. Мой покровитель – народ Украины, которому я поклялся, что мы сделаем лучшую жизнь. Увольнения превратились в флешмоб для чиновников. Михаил Саакашвили снял с должностей всех глав районов и устроил конкурс среди желающих на их места. Кроме этого были ликвидированы два подразделения в обл-администрации и уволены еще 20 чиновников. В рамках борьбы с коррупцией губернатор избавился от зама председателя обл-администрации Михаила Кучука. По словам Михаила Саакашвили, Кучук, будучи на должности, присваивал миллионы. Мы будем изучать внимательно его деятельность. Я требую, чтобы прокуратура изучила, потому что человек, который сделал сотни миллионов, только будучи в административных разрешениях, это не называется нормальной работой. Кроме этого была проведена стратегическая сессия по развитию региона. Михаил Саакашвили планирует вплотную заняться дорогами. По кочкам и ухабам губернатор добирался в разные точки области на маршрутках, после чего пообещал решить вопрос с дорогами как можно скорее. Дорога очень плохая, плохое впечатление. Другое я не жал. Я специально езжу, чтобы потом была возможность в Киеве сказать, что надо это менять, потому что это дорога жизненно важная для Украины на Европейский Союз. Здесь стратегический район для Украины, но не может Украина так оставлять это место. Кроме дорог для Одессы был пролоббирован режим открытого неба. Воздушное пространство над городом теперь доступно для мировых авиаперевозчиков. Это обещает увеличить поток туристов и снизить стоимость авиабилетов. Любой авиаперевозчик, который изъявит желание выполнять полеты, он уходит от процедуры государственного регулирования, получения дополнительных разрешений. Михаил Саакашвили призывает одесскую общественность содействовать выявлению фактов коррупции. Например, контролировать деятельность судей, вплоть до детальной информации об их имуществе. Кроме этого, 1 августа в Одессе ждут новую патрульную полицию. Центр административных услуг в октябре, а новую таможню в ноябре. Ольга Китик, Думская ТВ.